Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео сегодня с вами я, Пашки Ильич Анна. И я рассказываю о трех томатах, которые, вопреки всему, до ноября месяца активно плодоносят в теплице и практически не поражаются различными заболеваниями. Первый томат, который заслуживает внимания, носит красивое название Черный Мавр. Томат российской селекции, достаточно известный в кругах огородников. Хотя и заявлен производителем томат как среднерослый, в этом году в теплице он показал достаточно хороший рост и развитие. Порядка двух метров сформировались растения, что характерно для томата Черный Мавр. Первое и самое отличительное, это соответствие окраски плодов его названию. Томаты достаточно привлекательные, сливовидные, по окраске они бурые и с таким ярко выраженным темным пятном у плодоножки. Также отличительной особенностью плодов является то, что они достаточно плотные, хорошо хранятся, хорошо транспортируются и вместе с этим они сладкие. Черный Мавр сортовой томат, который относится к группе среднего срока созревания, это порядка 110-115 дней и первоплоды можно употреблять в пищу. При должном уходе производители заявляют, что в одной кисти может сформироваться до 18 плодов. В моем случае формировалось в среднем по 10-12 плодов. Это тоже хороший результат. Второй томат, который практически не поражается заболеваниями и до сих пор плодоносит теплицы, носит красивое название Indigo Rose. Собственно, этот сорт томатов был выведен в США американским селекционером Джимом Майерсом на основе скрещивания культурных томатов и диких видов, которые он собирал продолжительное время в Чили и в Галапаготских островах. Как известно, любые внесенные в культурные растения дикие гены насыщают их особой устойчивостью к различным заболеваниям, что собственно и показывает данный сорт томатов Indigo Rose. Что же еще необычного в Indigo Rose? Это то, что они достаточно насыщенного, такого темно-фиолетового цвета и по мере того, как они созревают, они становятся более насыщенные, более темные и более блестящие. Также это те томаты, которые очень хорошо хранятся, не растрескиваются, также хорошо транспортируются, достаточно плотные и их хорошо как консервировать цельноплодными, так и замораживать. Селекционер отнес свои томаты Indigo Rose к томатам десертного назначения. Иными словами, они заявлены как сладкие томаты. Однозначно сказать, что они супер сладкие я не могу, но достаточно сладкие в разрезе тех томатов, которые в принципе росли в этом году в моей теплице. Я думаю, что Indigo Rose относится к тем томатам, которые можно выращивать на улице, поскольку он крайне-крайне слабо поражается грибными заболеваниями и практически не поражается фитофторозом. Третий томат этого видео относится к гибридным томатам. Также российской селекции носит красивое название Золотая канарейка. Чем удивляет этот гибрид? В первую очередь, своими красивой формой плодами. Плоды округлые, с небольшим носиком. По мере того, как они созревают, они постепенно окрашиваются в ярко-оранжево-насыщенный цвет. Также, как и два предыдущих озвученных мною сорта томата, гибрид Золотая канарейка относится к легким томатам, относится к тем томатам, которые плотные, достаточно хорошо транспортируются, достаточно долго хранятся. Золотая канарейка относится к ранним гибридам. Это действительно так. Одни из первых томатов, которые созрели в моей теплице, были именно томаты Золотая канарейка. Также, это томаты индотерминатного, то есть неограниченного роста. Они не сильно требуют какого-либо вмешательства в виде пасынкования, умеренное отрастание пасынков. По этой причине, если вы до сих пор не знаете, какими сортами или гибридами пополнить свою коллекцию, то рекомендую вам присмотреться к Золотой канарейке. Надеюсь, этим коротким видео вы расширили кругозор в отношении тех томатов, которые могут поселиться в вашей теплице на постоянной основе. Оставайтесь на канале Процветок. Всего вам доброго и до новых встреч!